Олег Владимирович, добрый вечер. Мы вновь с вами встречаемся в четверг. Традиционная встреча ваша с телевизием. Какова ситуация по коронавирусной инфекции на сегодняшний день? Как идет развитие четвертой волны уже коронавируса? Добрый вечер, Станислав. Ну, к сожалению, ничего утешительного сегодня сказать не могу. Поэтому ситуация продолжает оставаться напряженной. И к тому же она еще и развивается с увеличением количества больных. Если мы с вами неделю назад говорили, что у нас больных было чуть больше 500, те, кто проходит лечение, то на сегодняшний день их уже 670. То есть мы видим, что количество заболевших у нас растет. Немного, незначительно снизилось количество болеющих детей, но их, наверное, столько же. У нас их сегодня 87, ну и на прошлой неделе, сейчас не помню, наверное, было столько же. Это может быть, там, на одного, на двух болеющих детей побольше. Но если у нас прошлый четверг с вами все лечились дома, то сегодня мы можем сказать, что два ребенка уже лечатся в стационаре. Это говорит о том, что болезнь все-таки прогрессирует и среди детей. У нас задействован стационар, у нас задействован перинатальный центр, и почти 100 человек у нас сейчас проходят лечение в стационаре. Это говорит о том, что болезнь протекает более тяжело. То есть больных больше в средней и в тяжелой степени, чем их было в прошлой волне. И плюс 20 человек еще у нас лечатся в пенинских стационарах. То есть общее число проходящих лечения в стационарах почти 120 человек. Ну и то, что касается наших детей, у нас также выросло количество групп в детских садах и количество классов в школах, которые находятся на карантине. То есть где есть как минимум один заболевший ребенок. 22 группы в детских садах и 30 классов в школах. Видим, что и здесь наблюдается рост. То есть ситуация продолжает развиваться с негативной стороны. Олег Владимирович, в связи с тем, что выросло количество заболевших, в связи с тем, что увеличилось количество пациентов в инфекционных госпиталях, это инфекционное отделение, перинатальный центр, ну я так понимаю, что значительно возросла нагрузка на систему здравоохранения Заречного вообще. Да, Станислав, это очень хороший, очень правильный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Вот то непонимание принимаемых или исполняемых профилактических мер некоторой категории людей, как раз оно и приводит к тому, что болеет очень большое количество наших жителей. И нагрузка на систему здравоохранения резко возрастает. Ну, во-первых, мы перепрофилировали перинатальный центр. Это уже говорит о том, что задействовано больше коек, задействовано больше врачей, причем врачей, которые были перепрофилированы на то, чтобы лечить больных с инфекциями. Во-вторых, уже на этой неделе мне начали поступать обращения граждан о том, что к ним не пришел врач. Они вызывают врача, а врач не пришел. Ну, врач не пришел не потому, что он забыл. Врач не приходит, потому что он не успевает. Потому что вот этот вал больных и количество врачей, оно же у нас все время постоянное. Их больше не становится, больных становится больше. Это говорит о том, что нагрузка на систему здравоохранения очень сильно выросла. Поэтому в наших силах, в наших, я имею в виду, всех жителей Заречного, все-таки соблюдать все нормы и правила с тем, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда мы будем болеть, а к нам врач не придет. Вот это самое страшное. Олег Владимирович, обладая информацией из различных источников, как со стороны межрегионального управления номер 59, медико-санитарной части, других специалистов, с чем вы лично, как глава города, связываете ухудшение ситуации, развитие по негативному сценарию? Ну, я бы здесь отметил несколько причин, почему все так происходит. Ну, во-первых, наверное, это сезонность. Осенний сезон всегда ассоциируется у нас с ростом респираторных заболеваний. Вот. У нас, люди, заканчивается пора отпусков, то есть массово съездили в отпуск, привезли оттуда болезнь. Ну, и, наверное, все-таки можно связать, да не наверное, а обязательно нужно связать с тем, что мы все-таки продолжаем нарушать санитарные нормы и правила, и мы до сих пор не можем выйти на тот уровень вакцинации населения, который бы позволил нам достичь коллективного иммунитета. А учитывая агрессивность новых штаммов, на сегодня уже наши ученые поставили планку коллективного иммунитета не 60, а 80%. То есть штамм более агрессивный, поэтому нужно быть более защищенным к этому. Хотя по вакцинации могу отметить, что определенный прогресс есть. Если мы на прошлой неделе, у нас за неделю было вакцинировано 290 человек, то на этой неделе уже 330. Но это копейки, это капля в море. То есть мы больше 20 тысяч человек вакцинировали, но у нас в городе живет взрослого населения почти 50 тысяч. То есть мы только на пороге 40%. Нам еще столько же нужно вакцинировать, чтобы достичь коллективного иммунитета. 4 октября было принято губернатором Пензенской области Олегом Владимировичем Мельниченко внесены изменения в постановлении о режиме повышенной готовности. То есть там есть определенные ужесточения режима. Вот что еще предпринимается для того, чтобы все-таки сбить вот эту четвертую волну коронавирусной инфекции? Предусматриваются какие-то новые ограничения? Да, действительно. 4 октября губернатором Пензенской области Олегом Владимировичем Мельниченко внесены изменения в постановление номер 27, которые вводят ряд дополнительных ограничений. Для чего все это делается? Ну, как победить коронавирус? Нужно разорвать цепочку. Ведь коронавирус – это инфекция, которая распространяется от человека к человеку. Победить ее можно только, если мы разорвем цепочку вот этого распространения между людьми. Ограничения, которые введены, направлены на что? Они направлены на то, чтобы, во-первых, людей защитить, во-вторых, их разобщить друг от друга. То есть запрещены в основном массовые мероприятия, запрещена работа тех объектов, на которых наиболее вероятно заражение. Усилены рейдовые мероприятия. Сейчас проводятся рейды по торговым объектам, по объектам транспорта, по объектам, где проводятся по общественным каким-то центрам. Для чего? Чтобы напомнить людям, что масочный режим, социальная дистанция и санитарные правила – это та необходимость, которую нужно выполнять, которую нужно соблюдать. И что мы с вами имеем? Мы имеем каждый день несколько протоколов на нарушителей. Эти рейды – это не карательная операция. Эти рейды направлены на то, чтобы людям еще раз объяснить, что только соблюдая правила, мы можем вот эти цепочки каким-то образом ослабить, каким-то образом разорвать. Но поскольку протоколы составляются, говорят о том, что не все понимают и не все соблюдают эти правила. Но это уже внутри нас сидит. Каждый должен для себя сделать определенные выводы и понять. Это первое. Второе – ну, как я говорил, уже это вакцинация. Не буду сейчас повторяться. Поэтому я обращаюсь к нашим жителям с пониманием относиться к тем ограничениям, которые вводятся. У нас введены дополнительные требования по проверке QR-кодов при посещении наших муниципальных учреждений. Это также направлено на то, чтобы ограничить общение людей, привитых и непривитых, да, тех, кто может являться носителем коронавирусной инфекции. Введены дополнительные входные фильтры в торговых центрах. Проверяется температура с тем, чтобы уже на входе отсечь тех, кто болен, чтобы он не распространял эту инфекцию среди тех, с кем общается. Вот если мы будем соблюдать все эти нормы и правила, то, конечно, мы гораздо быстрее сможем разорвать эти цепочки, гораздо быстрее мы сможем все-таки справиться с этой четвертой волной. Ну и, как всегда, я хочу обращаться к нашим жителям, к зареченцам. Соблюдайте все необходимые санитарные правила, берегите себя и будьте здоровы.